Зачем замечать хорошее? Хорошо, когда жить хорошо. Когда замечаешь прекрасное вокруг, радуешься новому дню, чувствуешь внутри гармонии и огромный запас душевных сил. Это здорово, когда нас радует погода, радуют отношения, когда есть цели и желания, стремление добиться чего-нибудь и быть счастливым, получать удовольствие от жизни. Как редко, к сожалению, мы пребываем в этом балансе. Чаще всего каждый из нас чем-то недоволен, на что-то обижается и не злится, хотя, по сути, многие сложности вполне преодолели и не столько уж значимы. Все в этой жизни временно, хорошее и плохое. На одной скале была надпись. Когда богатые читали эту надпись, то они плакали. Когда бедные читали, они радовались. А влюбленные, когда читали, они начинали ценить каждый миг, проведенный вместе. И что было на этой стене написано, на этой скале, как вы думаете? Там было написано «Все временно». Да, в жизни все временно. Так что, если все идет хорошо, наслаждайся. Вечно это не будет продолжаться. А если все идет плохо, не переживай. Это тоже не продлится вечно. Это как в одном анекдоте. Все будет хорошо, потому что плохо уже надоело. Лично я всегда стараюсь обращать внимание на хорошее и на положительное, а не на то, что меня раздражает и мне не нравится. Сильный человек – это не тот, у которого все хорошо. Это тот, у которого все хорошо, несмотря ни на что. Есть что-то хорошее в любых вещах, в любых событиях и людях. Нужно только постараться это увидеть. В них это нечто такое привлекательное, положительное. И от этого у нас будут с ним хорошие отношения. Так, взращивая в себе умение замечать красоту вокруг, мы свою жизнь делаем прекрасной, светлее и гармоничной. И с этого нужно учиться уже с самого раннего детства. Когда дети, когда родители учат детей наблюдать за природой, за этим чудесным, что создал для нас Бог, этим чудесным окружением, каждый из нас вырос в каком-то красивом месте. Очень много есть интересного. Даже в казахских степях, в которых я вырос, мы весной ходили за подснежниками, за кипанами. Очень-очень красиво все было. По грыбы ходили, даже в пустыне. Есть интересные вещи. Не говоря уже про леса, или где, если кто-то на Кавказе живет, или в других странах. В местах мира у нас есть очень много красивых мест. И также в Германии, в городе, в котором мы живем, в Безикам, это считается одно из самых красивых мест в Германии. Итак, источник радости, он всегда находится вовне, внутри, в тебе. И счастье каждого из нас тоже находится внутри нас самих. От тебя зависит, будешь ли ты счастливым. Как-то одна учительница спросила ученика в школе, говорит, Васечка, когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать, или кем ты будешь? Он сказал, счастливым. Она говорит, Васечка, ты не понял моего вопроса. А вот Васечка отвечает, Мария Ивановна, вы не поняли жизнь. Да, жизнь каждого из нас должна быть счастливой. И каждый из нас должен быть счастливым. Если я буду излучать счастье, или ты находиться в нем, то и окружающие люди будут чувствовать это, и перестанут вызывать у меня негатив. Или у тебя. Жизнь – это прекрасное время, отведенное нам для того, чтобы мы развивались, чтобы мы учились. И у каждого из нас есть огромное количество талантов. Бог дал каждому из нас таланты для развития, созидания и творчества. Вот я, например, с детства любил рисовать всегда. Это придавало мне огромное количество энергии. Меня всегда хвалили. Каждый ребенок нравится, когда его хвалят. А когда еще хвалят тебя за дева, то есть я очень красиво рисовал все стенгазеты и все прочие дела в школе, в классе. Это всегда было моих рук. И я делал это охотно. И не из-под палки. И так было до самого института. И там рисовал, и везде рисовал. И в свободное время сейчас рисую. То есть это осталось со мной навсегда. И вот этот творческий подход ко всему я применяю постоянно в своей жизни. Все равно, что я делаю, да? Я ко всей работе отношусь творчески. И это очень важно. Это придает мне огромное количество энергии положительно. Что сказывается на моем здоровье и на продолжительности жизни, да? То есть наша школа здоровья, она как раз об этом. И так любите делать то, что вы любите и развивайте себя. И тогда вас будет за это хвалить. И это вам даст огромное количество энергии. И энергия поможет вам справляться со всякими трудностями в нашей жизни. Ну а что касается нашей жизни, это мимолетный отрезок времени. И его нужно ценить и беречь, стараясь использовать его с мудростью и любовью. Пока ты живешь, дышишь, ходишь, получаешь удовольствие от элементарных вещей, от общения, от движения, от искусства, радуйся, радуйся. Разве это не есть счастье? Посмотри вокруг себя, да, сколько есть больных людей, которые не могут ходить, сидят в колясках, да, и в инвалидных, и многие-многие заболевания у людей. Поэтому разве это не счастье, когда ты более-менее жив, здоров, цел, не вредим, и у тебя окружает прекрасное количество счастливых, хороших людей. Счастье ведь оно всегда рядом, оно в легком и теплом дыхании летнего ветерка, в безмятежном и чистом небе. Кабель, как дождя, в ласковых и озонных лучах солнца, в прикосновениях любимых рук, в улыбке ребенка, да, пусть твоего или твоего соседского ребенка, или твоего родственника какого-то. Посмотри на детей, какие они разные, радостные, безмятежные, да, и это, конечно, все придает и нам тоже счастье. А разве это не счастье обнять маму или отца, или брата, или сестру, которого ты давно уже не видел, да, или своих племянников, или вообще любимых тобой людей, это очень большое счастье. В это время, тем более, когда все такие содержат, сохраняют, содержат эту дистанцию, да, во время этой короны, так называемой, пандемии. Да, и много еще в этом мире есть хорошего, где мы можем находить наше счастье. Поэтому замечайте это хорошее, замечайте прекрасное вокруг, цените эти волшебные мгновения жизни, неповторимые, уникальные, хрупкие. Жизнь дана тебе для радости и любви. Быть счастливым человеком – это главная цель твоя и моя в этом мире. А если кто-то хочет кем-то стать, то он не понял жизни, да, как этот Васенька сказал. Мария Ивановна, вы не поняли жизнь. Она говорит, кем ты хочешь стать или что ты хочешь стать. Я всегда хотел быть счастливым человеком. И я стал им, и этого желаю также и тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.